В этом году Видновский специализированный дом ребенка отметил свое 80-летие. Учреждение было открыто в годы войны для детей, чьи родители ушли на фронт. Сейчас здесь трудятся 120 сотрудников разных специальностей, основная задача которых – помочь малышам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Учреждение однократно меняло свое название, подчиненность, но оно всегда оставалось для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 2012 года в учреждении открыто отделение комплексной медико-психолога педагогической реабилитации. И у нас появилась возможность специалистам нашего учреждения, они, поверьте, очень грамотные, они очень опытные, большой практический опыт, оказывать свою помощь и детям, тоже психонерологического профиля, но из семей. Поздравить коллектив «Дома ребенка» с днем дошкольного работника приехал глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Воспитатель, учитель, не повернется язык назвать эти профессии профессиями – это, конечно, призвание. Вам спасибо огромное, долгих-долгих лет жизни, здоровья, чтобы дома у вас все в порядке было. У вас очень нелегкое такое призвание, и без любви, и без души, здесь просто невозможно. В торжественной обстановке глава округа вручил почетные грамоты и благодарственные письма за многолетний труд сотрудникам учреждения. Почетной грамотой Московской областной думы награждается Петрова Любовь Ивановна, санитарка. В доме ребенка живут более ста малышей в возрасте до четырех лет с различными заболеваниями нервной системы. Здесь дети получают дошкольное образование, а также комплексную медицинскую и психологическую помощь. Логопед Лариса Прохорова пришла работать в специализированное учреждение в 1992 году, сразу после окончания института. Мне эта работа очень нравится, она интересная, и каждый ребенок – это новая задача, новый вызов мне как специалисту, потому что никогда нельзя подобрать единый алгоритм к разным детям. Основные задачи сотрудников Видновского дома ребенка – это социализация и укрепление здоровья своих воспитанников и, по возможности, подготовка детей к устройству в семью. У нас работает школа приемных родителей, и поверьте, у нас по 15-18 человек желающих, которые хотят взять ребенка в семью и подарить ему свое родительское внимание и заботу, они обучаются в школе приемных родителей нашими специалистами. Как отметили многие гости, пришедшие на мероприятия, труд этих людей особенный. Своей любовью и заботой они создают для малышей благоприятные условия, максимально приближенные к настоящей семье.